Участников собралось немного, 50 человек. Это связано с тем, что парни приходят в этот спорт не с 13 лет, как положено, а гораздо позже. В итоге в юношеском возрасте немногие успевают достичь дальневосточного уровня. Но тем, кто имеют талант и старание, необходимо соревноваться на уровне выше краевого. Попытка неудачная, вес так же. Два года первенства Дальнего Востока не проводилось. До этого бесспорными фаворитами считались хабаровские атлеты. И в этот раз большинство призовых мест достались силачам из соседнего края. Приморцы до последнего сражались с ними за первое общекомандное. Третьими стали якутские пауэрлифтеры. Затем расположилась Камчатка. Это у нас первый выезд юноши. Взрослые-то самостоятельно уже выезжали. Мы решили, что нас собрали, вывезли юноши, потому что надо заявлять Камчатку в этом виде спорта. Психологическая подготовка у нас в этом отношении маленько другая. Здесь вышли другие спортсмены, другой судейство, уровень соревнований. И маленько идет, конечно, как спортивный говорят, мандраж. В личном зачете у сурийцев только одна золотая медаль. У студента ДВФУ Дмитрия Бобкова в весовой категории до 93 килограммов тренирует его Иван Литвинов. Серебро заработал воспитанник Артема Юрашам Алексей Лукьянец из команды ТМК. Он стал вторым в весе до 83 килограммов. Я, конечно, прекрасно понимаю, что люди здесь сильнее намного, и мне поэтому нужно реализовывать свое воплощение. То есть мне нужно улучшать свой результат, и нужно очень много работать над этим. А так, как вы видите, люди непростые. Там видно то, что парни крепкие, сильные, здоровые. С 23 по 26 апреля в Уссурийске пройдут еще одни масштабные соревнования по пауэрлифтингу. В ДК «Искра» состоится чемпионат Приморского края уже среди взрослых атлетов.